Здравствуйте! В эфире «Субботний» информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». В студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Его имя увековечено не только в памятнике, но и в результатах плодотворной работы. Сто лет исполнилось со дня рождения Магомета Абдурзаковича Баташева. Чем занимается группа по работе с личным составом Росгвардии? Об этом мы расскажем в нашей постоянной рубрике в «Гостях» и Росгвардии. Сделать поделку и выиграть приз. МВД проводит творческий конкурс и предлагает изготовить тематическую поделку из любого материала и размера. На этой неделе Карачаева Черкесия отметила столетие ветерана Великой Отечественной войны, бывшего председателя обл. исполкома Магомеда Абдурзаковича Баташева. В Черкесии у памятника нашему великому земляку провели торжественный митинг. Репортаж Руслана Каркмазова. Имя Магомеда Абдурзаковича увековечено не только в памятнике Дому правительства. Его имя увековечено плодотворным результатом работы по всей Карачаева Черкесии. С его именем связано создание дружных межнациональных коллективов, развитие промышленного потенциала, строй индустрии и туризма в Карачаево-Черкесии, благоустройство населенных пунктов, оккультура горных пастыщ. Первое и наперво, для того, чтобы вопрос какой-то крупный, кардинальный вопрос решить, надо ее очень хорошо знать и верить, что это целесообразно, что она принесет пользу. И обосновать ее соответствующим образом. Убедите тех людей, от которых зависит решение определенного вопроса, убедите этих людей, что это целесообразно, что это выгодно, как с точки зрения государства в целом, так и, допустим, той же Карачаева-Черкесии. До сих пор живы и очевидцы деятельности Буташева, его соратники. Они передают новым поколениям рассказы о человеке, который построил наш дом, Карачаево-Черкесию, и создал каждому из нас уют в этом доме. Необычный человек, глубочайшего ума, высочайшей культуры, так-то. Мне кажется, он мог быть академиком своеобразным, чтобы показать, кто такое, кто такой руководитель, и что такое организатор дела. Сказать горячий патриот, это слабо сказать, он просто считал как-то своим долгом, своей миссией, что ли, на своем месте сделать максимально для Родины. Была еще маленькая, строили дорогу и вот мы туда каждую субботу ездили, и, значит, он как бы и ревизию делал, и заодно маму свою проведу. И вот из Терезе в Берб, когда едешь, выезжаешь из района, там вечно кто-то стоял, ждал попутку, автобус и так далее. Он, как правило, всегда сажал в машину и по дороге, и расспросит, и поговорит. В общем, у него не было никогда вот этого, как бы, высокомерия. Никогда не было. Мне хочется, вот пользуясь таким случаем, просить граждан Карачаево-Черкесии, чтобы они не очень строго судили обо мне. Совершенно искренне говорю, что я старался всеми силами сделать как можно лучше. И если где-то не так сделал, то сделал просто по ошибке. И за это, если допущены были какие-то ошибки в отдельных людей, я прошу просто у них прощения. В конце я скажу, что я верю и глубоко убежден в том, что при дружной, согласованной работе, при взаимном уважении народов, которые живут в Карачаево-Черкесии, можно добиться и притом за короткое время, можно добиться заметных успехов, заметного улучшения жизни всех, кто живет на этой прекрасной, любимой мною в Карачаево-Черкесии. Участники этого митинга едины в одном мнении. Магомед Абдурзакович останется в истории не сколько как политический деятель, сколько как человек, у которого была высшая степень человеколюбия. Он любил народы Карачаево-Черкесии, а народы Карачаево-Черкесии продолжают его любить. Руслан Куркмазов, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия. А сейчас мы узнаем, какой будет погода на праздничные выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Один день до 9 мая. Какие мероприятия были проведены в преддверии столь знаменательного праздника личным составом управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике? О том, чем занимается группа по работе с личным составом этого же ведомства, в нашей съемочной группе рассказал заместитель начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Марат Суров. Подробности у Александра Коваленко. Доброе утро всем жителям нашей Карачаево-Черкесии. В рамках регулярной рубрики в гостях у Росгвардии сегодня мы отправимся в подразделение, которое так и называется группа по работе с личным составом. Группу по работе с личным составом в этом году коснутся оргштатные мероприятия. Сменив формат, она будет носить название группа по военно-патриотическому воспитанию, где теперь внимание будет уделяться и работе с общественными организациями, отметил заместитель начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике Марат Суров. Мы идем тем же путем, что и Министерство обороны. Они полтора года назад создали уже военно-политические органы. Теперь в структуре Росгвардии, так как мы являемся тоже военной организацией государственной, в этом году будут созданы органы по военно-политической работе. В структуре Росгвардии совместно с группой по работе с личным составом активно ведет работу и Совет ветеранов, который организует взаимодействие между общественными объединениями различных направлений. Совместно с ними сотрудники Росгвардии проводят различные акции. Четыре соглашения подписаны с такими образовательными учреждениями. И в памятные дни, дни воинской славы, мы совместно с названными организациями, объединениями, с нашим советом ветеранов, посещаем эти школы и информируем подрастающее наше поколение о тех событиях, которые происходили в те давние времена. А вот культурно-досуговая работа подразумевает привлечение в нее и всех желающих членов семей сотрудников Росгвардии. Проводятся разные фестивальные конкурсы такие, ну, фотоконкурсы, конкурсы на лучший рисунок, песенные конкурсы. То есть, вот, для того, чтобы, конечно же, чтобы пропагандировать службу в Росгвардии, чтобы мотивировать как-то молодежь на поступление на службу в Росгвардии, все это делается для того, у нас, вот, например, нет своего ансамбля песни и пляски, но они есть во всех округах Усть-Национальной Гвардии. Мы своими силами что можем? Мы только можем организовать проведение какого-то конкурса, довести до личного состава, принимать могут участие как личный состав сам, члены семей и, конечно же, особое внимание детям. Дети и рисуют, и поют, и занимают призовые места, и некоторые занимаются, можно как сказать, на профессиональном уровне, которые посещают школы в нашей республике, кружки какие-то, вот те, конечно, наиболее ярко выступают. Проводятся они, все наши конкурсы в три этапа. Первый этап на нашем уровне, второй этап на окружном уровне, и третий этап, он проводится уже в Москве, на федеральном уровне, когда уже там это все, конечно, грандиозно. В преддверии Дня Великой Победы представители Росгвардии активно примут участие в шествии с привлечением военной техники, которая состоится на главной площади республиканской столицы, а также возложении венков к вечному огню. Рассказал нам заместитель начальника управления о том, что росгвардицы присоединились и к акции «Георгиевская ленточка». Приятно видеть, что диктант победы привлекает все больше желающих показать свои знания о событиях Великой Отечественной войны, отметил он. С участием личного состава на территории республики в порядок были приведены мемориалы, памятники, захоронения. В структуру Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике входят такие подразделения, известные для наших граждан, как ОМОН, СОБР, Вневедомственная охрана, подразделения лицензионно-разрешительной работы. Те основные подразделения, которые выполняют поставленные задачи президентом страны. Каждый проходит обучение по своему направлению. Задачи строго регламентированы, конечно же. То есть сотрудников полиции и Вневедомственной охраны, конечно же, никогда не направят совместно с нашими силовыми взаимодействующими органами выполнять какие-то специальные мероприятия или специальные операции. То есть если человек обучен охранять объекты, он будет их охранять. Конечно же, это в первую очередь для того, чтобы сберечь личный состав. К чему они обучены? Они это добросовестно выполняют свои должностные инструкции и достигают поставленной цели. Достигнув поставленной цели после успешно выполненных задач сотрудникам Росгвардии необходимо эмоционально восстановиться. В структуру группы по работе с личным составом входит психолог-полиграфолог, который в первую очередь занимается отбором кандидатов на службу в Росгвардию и сопровождением их по службе. Он же ведет работу с личным составом, который посещает комнату психологической реабилитации. Закройте глаза расслабьтесь вы почувствуете все, что вас окружает и ставьте вновь. Интерьер комнаты направлен на положительные эмоции посетителей. Звуколечение, ароматерапия, релаксация помогает восстановиться после сложной работы. После выполнения служебно-былых задач различного рода сотрудники и военные случаи разумеется приходят в то состояние, из которого нам нужно вывести, если так произошло. Мы проводим различные приемы по реабилитации сотрудника. Мы проводим с ними различные психокоррекционные также методики. Также Марат Суров рассказал и о таком важном направлении, как военно-социальная работа. По отношению к ним со стороны руководителей и командного состава проявляется забота. Чего это касается? Во-первых, в период прохождения обеспечения жильем. Если у нас нет своего строительства служебных помещений, то выплачивается компенсация, к примеру, за найм жилья. Есть выплаты социальные при получении ранений. Не хочется об этом говорить, но в случае гибели тоже определенные компенсационные выплаты идут родственникам, членам семьи. Но немаловажно награждение личного состава тоже, опять же, кто-то сработал лучше, кто-то менее эффективно. И выделять таких, конечно, надо, чтобы те, кто молодые сотрудники, они брали пример с тех, кто выполняет более достойно. И, конечно же, награждение перед всем личным составом, оно стимулирует тому, чтобы добросовестнее выполнять свои обязанности. Это все, о чем мы успели вам рассказать в этом выпуске. Ну а в следующем мы отправимся в отдел кадров Росгвардии по Карачаево Черкесской Республике. Не пропустите! С вами была Александра Коваленко. МВД проводит региональный этап ежегодного всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». Участникам предлагается изготовить тематическую поделку из любого материала и размера. Работу будут оценивать представители общественности. Возраст конкурсантов от 6 до 14 лет. Поделки направляются в конкурсную комиссию по адресу Черкесск, Парково, 19 до 15 мая. К творческой работе должны прилагаться данные с названием, фамилией, именем, возрастом участника, а также контактный номер телефона родителей или представителя учебного заведения. И последнее. Сегодня на телеканале «Россия» состоится примера фильма Алексея Денисова «Братья Газдановы Семеро Бессмертных». Во время Великой Отечественной войны осетинские крестьяне Тасой и Асахмет Газдановы из села Зуарикау проводили на фронт семь сыновей и так примеру фильма смотрите сегодня в 11.30. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субботний